тоже знаете большому счету не пропаганда нацизма как такового идет пропаганда именно вот и вот киллеровской политики направленной не то чтобы за украину ведь украинский национализм он чем отличается он не за украинцев как нацию а именно у нас снова на ненависти к москалям если разобраться ну кто сейчас в украине во власти украинцы может быть аваков украинец или этот грузинский так как его саакашвили или может быть у них там порошенко этнический украинец ну этого нет да то бишь какие-то американские советники какая-то европа где украинцы где их власти и нету да но зато есть видимость этого да вот пришел тогда гитлер сделал там арене точно государство создал маринеточную армию упа ну вот они там воевали да не под своими знаменами не в своей там родной одежде ли форме в немецкой то есть сейчас то же самое да они носят им поляки там дают свою бушную форму бандесвер дает там что-то свое бушное так и даже флаги не срывают там зачастую там немецкий флаг там фрг там да или польши то есть они носят обноски чужой армии слушаю чужих инструкторов выполняю чужую команду то есть что она была тогда в сорок первом году там упа что она сейчас она тоже самое отличие не имеет никакого видимость национализма я это называю псевдо национализмом все базируется на том что мы против москалей москле нас там грабили в москве там нами что-то делали и вот мы москве ненавидим за это там орда путин буряты и все такое а любви где где любовь к родине нет здесь они захватывают какую-то часть территории они сразу начинают менять название улице потому что улица у нас по старинке как либо на героев либо именами героев названы либо именами каких-то культурных деятелей и там еще чего-то они просто вот меняют это тупо все вообще на непонятное нам ну это так называемый процесс декоммунизации хотя по факту это не процесс декоммунизации процесс украинизации потому что то есть там наименование городов которые во время российской империи носили одно название на при советском союзе им дали другое название если уже менять название то наверное вернуть старое нужно назывался он там при российской империи вот так вот так и возвращаем но нет же название это придумывается какое-то украинское а если разобраться если уже копать историю то новороссия де-факто была была потемкин ее построил все это факт новороссия далее украина вообще как государство существовало нет образована в 18 году украинская народная республика который вообще в сущности образовали большевики опять-таки не очень украинского происхождения чем он порошенко недавно в израиле заявил что у нас тут наша самая толерантная нация участвовала в процессе создания украины вообще если почитать историю нас начиная с богдана хмельницкого история всегда одна и та же украинцев начинают ущемлять поляки либо крымский хан либо турция они начинают помощь просить помощи россии россия помогает становится дураками и так постоянно что мазепа то же самое было вот постоянно одно и то же и всегда у них хорошие то шведы то поляки которые всегда их там за холопов считали то астро венгрия у них хорошая то румыны у них хорошие то крым хороший с крыма вообще если разобраться крымские татары постоянно значит славян на территории нынешней украины постоянно продавали в турцию основной заработок был через крымский перешей там более миллиона человек только официально было продано в турцию а сейчас крымские татары у них друзья это такой национализм у них на украине совершенно то пошло что крайне странно и опять же виноваты москали мы ведь за то чтобы объединить всех славян чтобы объединить как минимум в рамках российской империи которая уже существовала но ведь это же кому-то невыгодно и мы вместо того чтобы плечо к плечу вместе с украинской армией может быть у нас ведь есть другой враг настоящий мы вместо того чтобы объединиться против общего врага против тех людей которые постоянно приходили на нашу землю мы бьем друг друга на донбассе сейчас славяне перемалывают славян благополучно а кто то вот так вот потирает ладошки как все хорошо и украинцы под это дело какие то там патриотические лозунги кушают их все хорошо вот такая идеология мы не против украины мы не против украинского народа или что то еще мы издавна правильно издавна все братья и сестры как бы да мы единый славянский народ и мы как бы хотим вот наших братьев до которым не по их воле внушают что мы для них враги просто хотим вставить мозги и да дать им понять что мы не против вас ребята никто там ничего не говорит мы против нацизма который восстает а уже люди которые один раз почувствовали кровь там да которым дали волю который почувствовал вот это обезбашенный под наркотиками какой-нибудь в сэ уж ник или правосек или азовец или кто то еще они будут дальше идти они все у них хлынула вот нос кровинушка и они начинают дальше никто не говорит что там украина какая-то там ну нехорошая нация или что то еще мы все братья и сестры а вот именно те кто занимается нацизмом и те кто под эти под этой гиды под этим лозунгом вырезает наших именно наших братьев жен детей матерей вот они да они будут страдать по большому счету на украине смутьянов этих негодяев хунтят там пара тройка сотен человек которых нужно ликвидировать ну там пару тысяч посадить все народ то весь хороший это ведь мы мы ничем не отличаемся по большому счету украинцы они чем отличаются от жителей ростовской области или кастарского края или ставрополь ничем говор один и тот же менталитет один и тот же да ну мы одно и то же мы надеемся конечно что донбасс да вот кусочек земли который удалось отвоевать он перейдет все-таки к российской федерации а уж если так получится что нацисты будут сидеть в киеве то ну чё придется идти на киев куда деваться пойдем значит на киев и никто там не кричит что вот ты украинец ты жди нет именно отношение имеет тем кто беспощадно относится к нам к русскому народу а русский на донбасс это русский народ на украине тоже очень много русских людей живет и я уверен я больше чем уверен они ждут ждут просто когда мы придем и поможем им согнать вот эту вот продажную власть которую они сейчас там выстроили между собой долгов набрали не знаю правнуки не рассчитаются вообще никогда столько набрали долгов расплачиваться как расплачиваться только войной война все спишет война все разберет разнесет и ну не знаю